Как минимум один пункт из секрета плохого качества видеосвязи на альдизировых очках сегодня, мне кажется, был открыт. Я думаю, многие видели на том же самом ютубе, что практически во всех видео, где мелькают альдизировские очки, мелькает и вот такой вот комплект. Таби-антенки от TrueRC, красненькие такие, и в этом же комплекте обычно идут два патча. Я не исключение, я тоже заказал такой комплект. Сегодня я получил как раз таки оставшиеся стаби-патчи, пришли ко мне ранее, и решил проверить их на приборе. Ну и давайте посмотрим, что у меня получилось. Поехали на стол. Ну в общем, берем вот эти антенки, прибор настроен на диапазон от 5,6 до 6,0. Центр у нас, это центр как раз таки 5,8. Смотрим первую антенку. Очень странные показания, как видите, она прыгает горбом, практически резко падает и резко поднимается к СВ. Это неприемлемо. Смотрим вторую. У второй примерно такая ситуация. Тут это хотя бы попадает за 1,75, но не доходит даже до полутора КСВ. Обе антенны настроены примерно в диапазоне R3 и R4, все остальное абсолютно мимо. На этом моменте я подумал, что может быть у меня проблема с прибором, настройка сбилась, калибровка, еще что-то. Но нет. Берем другую антенну и видим, что у нее вполне рабочие значения. Проблема не с прибором, проблема реально с антенками. Давайте еще посмотрим на Мамоду, которую тоже многие ставят себе на очки. Коваленая Мамода тоже должна быть 5,8. Смотрим на нее. У нее вообще очень странная лестница в небо, то есть КСВ стартует с 1,25 на 5,6, а дальше уходит непонятно куда. И на настроечной частоте 5,8, которая должна быть идеальна, у нее КСВ 2,6 с лишним, почти 2,7. Ну, честно говоря, я не знаю, что по этому поводу можно сказать, потому что хваленый TrueRC показывает значения очень странные. Мамода показывает значения не менее странные. Я думал, что прибор у меня сломался, но тем не менее, вот антенка от, не будем называть какого производителя, которого они все любят. Тем не менее, вот эта антенка показывает нам по всему диапазону КСВ не больше полутора, а то и практически близко к единице. Ну и давайте еще посмотрим на их патчи, тоже идущие из этого комплекта. Вот они две штучки, посмотрим на первый для начала. И у него уже нормальные показания. То есть, да, это полтора, это не ниже, но тем не менее, полтора по всему диапазону абсолютнейшая ровная настройка. Смотрим второй патч. Ну вот, а второй патч, как видите, настроен еще лучше. Старт с полутора, конец диапазона единица. То есть, получается, с патчем у них все хорошо, а вот со стаби какая-то беда. И беда достаточно сильная. Ну, в общем, вот, наверное, в этом и кроется в основном плохое количество связи на Aldi Zero. Попробую подобрать антенны, попробую полетать как на этих, так и на других, и посмотрим, что получится в результате.